Из пятерых приглашенных представителей партии, прошедших в законодательное собрание Приморского края, до утреннего радиоэфира добрались лишь двое. Правда, накалу беседы это не помешало. Прямо и откровенно о своих коллегах и методах их предвыборной агитации рассказали представители ЛДПР и Справедливой России. Позиция Андрея Андрейченко и Алексея Козицкого простам – выборы прошли с нарушениями и с их результатами они не согласны. По словам партийцев, серьезные вопросы вызывает работа уссурийских избирательных участков. У уссурийских очень мало людей пришло на самом деле. Ну а те, кто выставлен был и стоит там с правом решающего голоса, всех буду убирать, всех просто уберу. Собирали их, смотрели в их честные глаза, потом звонишь человеку и говоришь, ну смотри, я на камерах вижу, у тебя там явно что-то не так. Андрей Валевич, у нас все хорошо, у нас все спокойно, у нас такой замечательный председатель. Члены комиссии с правом решающего голоса можете писать заявление об уходе уже сейчас. Всех вас буду сейчас убирать. Без скандалов не обошлась и предвыборная агитация. Оппозиционеры вспомнили. В самом начале гонки КПРФ выпустила листовки, распространявшие недостоверную информацию об их партиях. Позже эти материалы были признаны незаконными. Победу красных на выборах Алексей Козицкий считает протестом избирателей против партии власти и предлагает возвращать в бюллетень строку против всех. В ближайшее время в Приморском нашем парламенте те представители оппозиции, которые прошли, они себя покажут. Покажут со знаком минус. Почему? Мне кажется, эти люди не совсем хорошо понимают, куда они попали. Ведь одно дело на площадях митинговать, флагами махать, другое дело действительно работать. Напомним, выборы в законодательное собрание Приморского края прошли с 17 по 19 сентября. В результате наибольшее число депутатских мандатов получила «Единая Россия» на втором месте КПРФ. Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия за правду» и ЛДПР получили по одному мандату. В эфире представители партии пообещали заняться земными вещами – точечной застройкой, ремонтом дорог, проблемами экологии. Юлия Ракотская, Марина Зубко, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.